Лучших педагогов и воспитателей региона сегодня чествовали в Ярославле. В концертно-зрелищном центре прошел августовский педсовет. В нем приняли участие около 200 человек. Это представители сферы образования со всех районов области. С приветственным словом обратились по видеосвязи министра просвещения Сергей Кравцов и губернатор Дмитрий Миронов. В первой части мероприятия наградили победителей регионального этапа «Учитель года России». Среди них Татьяна Латышева из 20 лет педагогического стажа. Последние 6 лет она посвятила школе. На своих уроках по русскому языку и литературе старается дать чуточку больше, чем просто знания. Придя в школу, я понимала, что я не все еще знаю, не знаю современных детей, особенно современных детей, современных подростков. И поэтому я считала, что мне нужно набраться опыта. Ну и в итоге меня просили, просили. Я как человек, как сказать, честный, совестливый, решила, ну надо уж наконец-то поучаствовать. Ну и все. Ну я, конечно, не ожидала такого результата. Создание условий для получения достойного образования и творческий труд педагогов непременно приносит хорошие результаты. Это в частности подтверждает итоги единого госэкзамена. В этом году 99 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а четверо получили максимальную оценку сразу по двум предметам. Нужно продолжать развивать и совершенствовать материально-техническую базу. Активнее внедрять современные цифровые технологии. Однако за этой, несомненно, важной работой нельзя забывать и о воспитательной роли школы. Во второй части мероприятия учителя обсудили реализацию нацпроекта образования в регионе, а также новые методики в преподавании. В новом учебном году свои двери откроют около 900 образовательных организаций. Сейчас практически все из них готовы принять учеников. Появятся и новые учебные организации. В этом году будет построен до конца года и создан межфакультетский технопарк педагогических компетенций. Он будет оснащен современным лабораторным оборудованием, мебелью. В следующем году еще будет открыто еще одно структурное подразделение – педагогический кванториум. Также оснащенный современным лабораторным оборудованием, что позволит обучающимся, студентам вести и совмещать полученные знания с практической деятельностью. Особая тема – это тема воспитания. И это не только связано с тем, что внесены изменения в законодательство, но, наверное, настал тот момент, когда необходимо объединить усилия всех и синхронизировать наши действия в вопросах воспитания. В каждом образовательном учреждении появится программа воспитания, безусловный календарь тех событий, мероприятий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!